Во времена древние, на святой Руси матушке, Что издавна святыми своими славится, а есть на Руси. Славный град Муром, в нем-то и жили чудотворцы избранные, О них сегодня и речь будет сказываться. Ради Муроми княжил князь Павел, и повадился летать к его жене змей неприязненный, Принимая естество княжи. Однажды выведала княгиня у змея, откуда смерть его придет. Змей же сказал, смерть моя от Петрова меча, от Агрикова меча. У князя же Павла был младший брат, князь Петр. Услыхал он об этом и вызвался на смертную битву со змеем. Как только он ударил нечистого мечом, так змея явился своим естеством и издох, Окропив князя Петра своей кровью. А того покрыли князь язвами, и пришла на него тяжкая болезнь. Долго лечился он у врачей, но исцеления не получал. Ой, как мучаюсь я! Во владениях моих не могут сыскать лекарей мне таких, Чтоб ими от муки избавлен был я. Пойдите вы, слуги, в другие края! Слыхали мы, князь, что земля рязанская богата врачами умелыми, Тело там найдешься исцеление, А душе грехов искупления. Езжайте туда, слуги верные! Да найдите мне врача умелого! Отправились слуги верные искать лекарей, А один из слуг набрел на весь, нарицаемую ласково, И подошел к воротам одного дома, И вошел в него, никого не встретив. Наконец вступает в Хоромину и видит чудное видение. Сидит девица и точает полотенце, А перед нею заяц качет. Куда дома быть без ушей, а горница без очей? Ну а где, скажи мне, хозяева? Мать с отцом пошли взаймы плакать, Но брат из-под ног на смерть глядит. Вошел я, увидал тебя за работой, Слышу из уст твоих странные речи, И не понимаю, о чем ты говоришь. Как же ты не понимаешь, Кабе пес сидел на крыльце у нас, Залаял бы, я бы услышала. Ну а было бы здесь дитя малое, Увидав тебя, мне сказала бы. Я вплела тогда ленту алую, В платье вышитом гостя встретила. Уши дома пес, а дитя глаза. Ну а что мать с отцом? Да и с братцем что? Плачет мать с отцом На чужом дворе по соседушке, Что приставилась. А их час придет, так оплачут их. И выходит, что этот плач займу. Ну а братец мой древолаз в лесу, По деревьям он собирает мед. Коль сорвется, так не минует смерть. Из-под ног она ему видится. Ну и девица, ну и умница. Только скажи, кто у вас лекарь-то? Князя нашего мы из Мурома в Рязань привезли. Вам за помощью. Князя вашего исцелить смогу. Коли будет он мягкосерд и смирен в речах. Коли сдержит он обещание. Обещает князь все отдать тому, Кто избавит его от мучения. Коль возьмет меня во супружнице, Болезнь от него вник отступится. Ты в своем уме, краснодевица, Да возможно ли волей твоей? Не моя она, воля Божия. Только так могу князя вылечить. Передал слуга речи Февронии Князю Петру. А князь, пренебрегая словами ее, И помыслив о том, Как это князь от себе в жены Дочь портника сам решил испытать ее. Здравствуй, девица. Как зовут тебя? Звать Февроний. Я слыхал, Ты мудростью князю ровную Стать хочешь во супружнице? А возьми-ка ты пучок льна, Из него полотно садки. Дай одежду мне из него пошей. Конечно, соткать мне все легко, Но только, чтобы не ходить далеко, Возьми-ка, на печке лежит там поленца. Станочек мне сделай большой из поленца, Так будет тебе и белье с полотенцем. Как из щурочки-то смастерить станок? Как из льна пучка всю одежду сшить. Что ж, согласен я на лечение. Если вылечишь, будь потворен. В бане жарко, князь, пораспарившись, Смажешь струпы всей этой мазью. Только один струп не маш, а так оставь. Поделился князь ее мудрости, И пошедший баню исполнил все, как она велела, И совсем истелился. Стало все тело гладко, Только один струп остался не помазанный. Передай поклон, мои февронюшки, Да еще ларет с златым серебром. Должен ты, князь, не дать, А взять ту девицу во супружнице. Что? Чтоб князь к нищей сватался. И прошло совсем мало времени, Занедушил князь, пущий прежний. Что же это со мной приключилось? Вновь покрылся я весь злыми язвами. Я сразил слепец, змея внешнего, Проглядев себе, змея гордости. Лучше плотью мне гнить от первого, Чем душой гореть от последнего. Будь что будет, вернусь я к февронюшке, Кинуть в ноги с покаянием. Знаю, девица, что в очах твоих Нет скверней меня недостойного. На тебя я, князь, не держала зла, Да простит нам Бог согрешение. Согласишься ли стать женой моей, Не отринешь ли меня от себя? Раз друг другом и Господом сужены, Как нарушить неволю Божию? Но сперва возьми, князь, Ты снова мазь, и помажься ею, Как в первый раз. Вот вернулись в Муромград благоверные, Чтобы вместе жить там благочестие. Только скуре князь Павел приставился, И брат Петр взошел на княжение. Стал он строить державу добрую, Всакнягиню, помощницу и верную. Защищали от злых обидимых, Привечая сирот, нищих милые. Не простили бояре завистные Всего праведного княжения, И как псы, что страшатся хозяина, Стали скалиться на хозяюшку. Ох, глаза бы мы и не видели, Чтоб поставить над нами безродную. Осрамил наш князь и себя, и нас, Опозорил свой род княжеский. Мы тебе, князь, свои клятвы клялись, А княгине слова служить не было. Срам боярам прислуживать нищенке. Полно вам. Чего же хотите вы? Ты бери, что душе твоей хочется, Но оставь престол наш муромский. Я согласна, что моё-то возьму с собой, А моё лишь то, что Господь мне дал. А Господь мне дал мужа верного, С ним вовек теперь неразлучная. К престолу я не прикованный, А с женой сочетался обетами, Те обеты покрепче стальных цепей, За жену перед Богом в ответе я. Блочастивые бояре дали им на реке суда, И поплыли они по оке реке. Пришёл вечер, Сгрустнулась князя Петру. Что нам делать? Как быть нам, февронюшка? Вера меркнет во мраке уныние, Ничего впереди, Уж не вижу я. Нам на то даны испытания, Чтоб в борьбе дух крепчал, Княже мой. Нам на то мысли унылые, Чтоб сжигать их молитвы на пламени. Княже, княже, к тебе гонцы, И к тебе, и княгине Февронии. Их послали бояре из Мурома, Говорят, там резьба идёт страшная, Всё за власть, за престол княжеский, Слёжно просят всё о прощении, О пощаде и возвращении. Воротились супруги в Отечество, И стали княжец с милостью и заботой, Жить, как жили, по заповедям Божьим. Когда же век их земной концу близился, То просили они у Бога, Что в представлениях было в один и тот же час. Облеглись они в чин монашеский, И пошли во обители разные. На, тебе от меня шёлков пояс. А со правой руки целая перстень. Когда шёлков пояс разоткётся, Со здравой руки перстень разойдётся, Тогда мы с тобой приставимся. В одной кропнице покладимся, Одной пеленой опелёмся. И нарёкся князь Пётр Давидом, Офевронии и Фросинию. И молились они в обителях За все семьи русские православные, За всех чад зимней российские. Здравствуй, матушка Ефросиния! Пётр Давид попросил передать тебе, Что пришёл ему час приставиться. Передай ему, чтоб пождал чуть-чуть, Чтобы вместе нам отойти к Творцу, Лишь закончу шить Божий храм покров. Сестра моя, подошёл мой час, Лишь тебя душа дожидается. Господин ты мой, подожди ещё, Херувимский лик вышить надо. Ой, сестра моя, силу нету ждать, Уж в последний раз я зову тебя. Господин ты мой, я иду с тобой. И отдали свои души в руки Божии, В двадцать пятый день месяца июня, Завещая их положить во единый гроб, Вытесанный из камня, Имеющий преграду посредине. Это как же так, православные, Как монахов класть во единый гроб? Похоронен княгиню вас в Движенском, Князя здесь погребён, в Богородичном. Разлучить взялись после смерти их, Не послушавшись завещания, А наутрода чудным образом. Их тела нашли в одном гробу, В одном гробу неразлучными. И с тех пор на Руси святой Есть о каждой семье христианской, Молитвенники о юношах, Девах и чадах заступники. Радуйтесь, двоицы пресветлые, Богом совокупленные. Радуйтесь, не только в жизни, Но и по смерти, О Господе соединение. Радуйтесь, святые и преславные, Чудотворцы, Петре и Феврония. И нам молятся по всей православной России, Мурамским чудотворцам, Чтоб у Господа их просили. Надежду, любовь и веру, И верность друг другу до гроба, И за гробом тоже примером, Они нам сияют топа. Надежду, любовь и веру, И верность друг другу до гроба, И за гробом тоже примером, Они нам сияют топа.